Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что самым дорогим продуктом на сегодня является информация. Еще с древних времен люди старались сохранить и передать ее будущим поколениям. Сначала это было доступно лишь в устной форме. Информацию передавали из уст в уста, однако за многие годы она искажалась и доходила до потомков в несколько ином виде. Сложно переоценить значение письменности, однако прошло немало лет, пока у каждого появилась возможность научиться читать и писать. Изобретение фотоаппаратов дало нам возможность сохранять картинки из жизни. Я расскажу вам о том, как люди научились записывать и воспроизводить звук, а точнее об истории создания граммофона. Предшественником граммофона считается фонограф, изобретенный в 1877 году Томасом Эдисоном. Он казался чем-то фантастическим, поскольку мог делать то, что до этого считалось невозможным – записывать и воспроизводить звук. Вряд ли Эдисон до конца представлял, каким именно образом человечество воспользуется его изобретением. Он видел применение фонографа в качестве первых аудиокниг для слепых людей. Считал, что им можно заменить стенографисток и использовать даже в качестве будильника. Но все это достаточно узкие сферы его эксплуатации. Однако судьба распорядилась иначе. Новое изобретение граммофон, созданный на основе фонографа, использовался совершенно для иных целей, а именно для прослушивания музыки. Немецкому изобретателю Эмилю Берлинеру попалась на глаза статья французского ученого Шарля Кро, в которой описывалось устройство палеофон. По сути, это был тот же фонограф. Кро не смог воплотить свою идею в жизнь, поскольку не нашел для него спонсоров. В 1887 году Берлинер представил миру и запатентовал новое устройство для записи и воспроизведения звука – граммофон. В сравнении с фонографом, граммофон обладал значительным преимуществом. Берлинеру удалось уменьшить искажение звука, а также увеличить громкость. Изобретение устройства, способного воспроизводить достаточно хорошее качество звука, способствовало созданию грамм-пластинки, которая, по сути, явилась первым носителем звука. Широкое распространение граммофон получил в 1902 году, когда вышла в свет грамм-пластинка с записью девяти песен итальянского тенора Энрика Карруза. Это был успех, причем как для певца, так и для граммофона. Слушатели приходили в восторг. Кроме этого, Берлинер приложил руку и к созданию музыкальной индустрии. Именно ему принадлежит идея выплаты гонорара певцам и музыкантам, которые записывали свою музыку на грамм-пластинках. После того, как Эмель Берлинер запатентовал свое изобретение, начали активно открываться фабрики, которые производили и продавали граммофоны. Первой фирмой, которая пришла на российский рынок, была компания самого изобретателя. Она называлась Граммофон Берлинер. Амблемой предприятия была собака, но в России ее изменили на пишущего Амура. Это было связано с ассоциацией, которая могла возникнуть у русских людей – лает как собака. Такое отношение могло подорвать продажи граммофонов, и фабричную марку заменили на более нейтральную. Почти одновременно с компанией Берлинера начала свою деятельность фирма «Интернациональ Зонофон». Производство специализировалось на изготовлении для граммофона. Выпускали записи оперной музыки, арии и дуэты из произведений мировой классики, в том числе и русской. Две фирмы существовали вместе вплоть до 1903 года. Тогда компания «Граммофон» выкупила фабрику и продолжала свою работу под своей торговой маркой. В 1901 году на Невском проспекте появился новый магазин антикварных граммофонов. Его открыла фирма «Братья Патэ», поставляющая товары из Франции. Позднее «Братья» принесли в Россию кино. Первый кинотеатр открылся во Владикавказе в 1907 году. В 1902 году инженер Василий Иванович Ребиков при поддержке зарубежных представителей основал фабрику. Здание построили в Санкт-Петербурге. Наладили выпуск граммофонов и грамм пластинок. Оборот компании составил 10 тысяч пластинок в год. В репертуар входили в основном русские исполнители, оркестры, хоры, сольные исполнения. В те годы в Петербурге действовало несколько фирм. Телефункен, Коламбия, Голос хозяина. Граммофон получил массовое признание. Каждому хотелось иметь у себя это чудо техники. Пластинки передавались из рук в руки. Выпускались граммофоны на любой вкус и кошелек. От недорогих для массового потребления до эксклюзивных роскошных аппаратов из красного дерева и чистого серебра. История граммофона знает устройства, цена которых доходила до нескольких тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма. Особенно ценными сейчас считаются антикварные граммофоны, выпущенные с 1876 по 1980 год. Раритетные модели редко встречаются на аукционах и в антикварных магазинах. Коллекционеры покупают их для частных и музейных коллекций. Среди редких старинных граммофонов можно назвать оригинальный фонограф Эдисона, музыкальный инструмент берлинера, патефон братьев Патте. Популярностью пользуются граммофоны, изготовленные российской фабрикой Ребикова. Ценители антиквариата уверены, что это лучшие предметы 20 века. Тогда выпускались разные граммофоны с цветными, алюбиниевыми, деревянными раструбами. Сейчас старинные граммофоны используются для создания интерьера. Антикварный аппарат хорошо вписывается в классическую и современную обстановку. Часто на нем делают яркий акцент. Граммофон символизирует связь ушедшей и грядущей эпохи. Современный человек вряд ли задумывается о том, что создание граммофона в значительной мере способствовал развитию популярной музыки. Благодаря этому изобретению она вошла в повседневную жизнь большинства людей. Будучи большой любителицей музыки, я не могу не испытывать чувство благодарности за это великое изобретение. Продолжение следует...